МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Флоранц Дорель, Жан-Марк Тибо, Жюли Депардье, Кристофер Томпсон, Ролан Бланш, Жорж Мустаки, Элен Винсан, Станислав Мерар, Стефан Герен-Тили, при участии Гиома Депардье, Патрик Бушете в роли Бошана, Констанц Анжель Брешт в роли Эрмины Данглар, Мишлин Прель, Жан-Клод Бриали, автор сценария диалогов Дидье Декуэн, по мотивам одноименного романа Александра Дюма, композитор Брюно Кюле, оператор Вилли Стасен. Продюсер Жан-Пьер Герен. Режиссер Жозе Даян. Добрый вечер, монсеньер, то есть ваше благородие, в общем, ваша милость. Монсеньер. Послушайте, друг мой, я всего лишь человек, но голодный. Перекладные лошади. Нет-нет-нет. Вот этим. Ты прав. Я должен быть внимателен, чтобы своими манерами не выдать своего настоящего происхождения. Но. Ты ведь служил у графа. Ты научишь меня манерам хорошего общества. Начинай, я тебя слушаю. Для начала вы должны знать, что настоящий граф, особенно если он богат, как вы, никогда не должен показывать, что он голоден. Ясно. Нет-нет. Но это же вино. Я же могу налить себе вино. Да, но немного. Совсем немного. Вот так, совсем, чуть-чуть. И пить с легким пренебрежением, как будто это уксус. А смеяться можно? Настоящий граф смеется очень сдержанно, словно он кашляет в платок. Люди из высшего общества считают жизнь смертельно скучной. Глупцы. Нет-нет-нет-нет-нет. Нужно взять салфетку за самый кончик. И вот так. Очень легко. Вот так. Ладно. Слушай меня внимательно, Бертучо. Начнем все сначала. Ты будешь учить меня хорошим манерам, осанке, поведению. В общем, манерам. Научишь меня быть дураком, то есть выдавать себя за такового. А, Бушан, наконец-то. Свежий выпуск. Спрашивайте, свежий выпуск. Все о сегодняшнем суде. Смертный приговор. Вильфор, Жевра, Зе, Ребуфе. По-моему, ты поспешил? Вильфор произносит свою обвинительную речь только во второй половине дня. Он потребует смерти, и он ее добьется. Как всегда. А завтра, как ни в чем не бывало, его дочь Валентина будет гулять по Булонскому лесу с голубыми цветочками на своей шляпке. Почему бы нет? Мадемуазель Вильфор восхитительна. Я несколько раз увидел ее на авенею Канебьер. Это было давно, когда она отдыхала в Марселе у своей бабушки мадам Сен-Меран. Альбер, я умер из голода, не пора ли сесть за стол. Мы ждем графа Монте-Кристо. Кто это такой? Его превосходительство, граф Монте-Кристо. Друзья, вот человек, которому я обязан жизни, и который даже не отдал мне времени отблагодарить его. Я счастлив сделать это, наконец, сегодня перед вами. Но, честно говоря, граф, вы так и не сказали мне, как вам удалось вырвать меня из когтей похитителей? Я с ними договорился, Виконт. Что я вам говорил? Все покупается и продается, даже человеческая жизнь. Это Максимилиан Морель, дорогой граф. Он прибыл. Из Марселя, не так ли? Месье, вы колдун? Мне говорил о вас один мой друг, лорд Вильмор. И все, если лорд Вильмор ваш друг? Меня связывают с Вильмором деловые отношения. Он иногда дает мне хорошие советы по управлению моим состоянием, а поскольку оно значительное, у нас установились отношения. Какое неприятное, это двое Монте-Кристо. Его интересуют только деньги? Мои слуги и я преследовали их, размахивая саблями, пока, наконец, их верблюды не исчезли за песчаными дюнами. Нам оставалось только вернуться в свой лагерь, где под ночным небом пустыни, сверкающим миллионами звезд, мысли, самая отменная Мишуи, которую мне когда-либо приходилось пробовать. Вы удивительный рассказчик. А что случилось бы с вами, если бы этот ужасный шейх Эль-Хаджир взял вас в плен? Думаю, он бросил бы меня в тюрьму. И вы так спокойно об этом говорите. Сразу видно, граф, что вы не знаете, что такое тюрьма. А вы что, мсье, знаете? Дело в том, что во время знаменитых июльских событий... Я был июльских событий. Извините, мое невежество, я так давно не был во Франции. Он говорит о трех днях восстания, которые привели Луи Филиппа на трон. Наш друг Бошан, который в своей газете защищал мятежников, был арестован. Как обыкновенный преступник, господин граф. Я три дня провел в камере. Три дня и три ночи. И вы сами можете представить, что я пережил в течение 72 часов. Не хочу приуменьшить ваши страдания, дорогой Бошан, но я лично знал человека, который оставался в темных застенках в течение... 175 тысяч 200 часов. Вот это да. Расскажите нам об этом, я напишу статью в своей газете. Да, граф, расскажите, расскажите, заставьте нас ужаснуться. Нет, нет, вы слишком молоды и беззаботны, чтобы понять, что такое отчаяние. Вы так думаете? А что вы скажете о двух молодых людях, которые любят друг друга и которым хотят помешать быть вместе? Ладно. Ладно. Я лучше расскажу вам историю о трех погонщиках верблюдов из Бенгази. Однажды мне в голову пришла мысль приобрести белую верблюдицу. Можете себе представить? Вы их всех покорили. Вы им кажетесь невероятным, неслыханным, необычайным. Даже злой на язык Бошан предрек мне, что очень скоро весь Париж будет у ваших ног. Я был очень рад вас видеть, Виконт. Теперь позвольте мне тоже удалиться. Вот уж нет, пока я не представлю вас своим родителям. Они горят желанием высказать свою благодарность, особенно моя мать. Вы говорили обо мне своей матери? И что она сказала? Что ей не терпится познакомиться с вами? Мне тоже. Мой отец одержим скачками. Может быть, вы тоже выставите лошадь на скачках в жакеи клуба? Это неизбежно, если вы хотите блеснуть в Париже? Честно говоря, Виконт, я не представляю, кто может обойти такого великолепного скакуна. Если только... Если только? Нет, ничего. Позвольте представить вам графа Монте-Кристо. Господин граф, наконец-то. Я уже потеряла надежду когда-нибудь познакомиться с вами. Мы вам обязаны. Ничем, мадам. В моем поступке нет ничего необычного. Любой бы на моем месте. Подойдите поближе, месье. Мы задернули занавески из-за жары, но я хочу разглядеть вас при ярком свете. Подойдите. Помилуйте, мадам, оставьте в покое ваши занавески. Так им гораздо лучше. Слишком яркий свет причиняет мне боль в глазах. Я превратился в своего рода ночную птицу. Отражение солнца в пустыне Харави несколько испортило мое зрение. Прошу вас. Что за разговор? Ведь мы собрались отметить радостное событие. Месье Монте-Кристо. Не хотите выпить кофе? Дорогая, что с вами? Вам нехорошо, мама? Боже, как вы вдруг побледнели? Ничего страшного. Следствие жары. Этим летом просто нечем дышать. Надеюсь, что вы приобрели себе особняк на берегу Сены, месье Монте-Кристо. С реки веет такой свежестью. По крайней мере, тогда, когда... Да, действительно. Где вы проживаете? В особняке Монте-Кристо. Естественно. По какому адресу? Это прекрасный адрес, но я его еще не знаю. Не поправляйте, месье. В любом случае, я проигрывала, как всегда. Я играю, чтобы сделать приятное Фернану. Вы не любите шахматы? Мои жены и партии кажутся бесконечными. В чем-то она права. Знаете, я начал одну партию 20 лет назад. И она до сих пор не завершена? Это скоро случится. На самом деле, у моего противника шах и мат, но он еще об этом не знает. Это самый великолепный момент во всей партии. Да, войдите. Срочное письмо для графа Монте-Кристо от некоего сеньора Бертуча. Это мой управляющий. Прошу меня извинить. Равнина Монсо. Простите? Да. Вы спрашивали меня об адресе. Так вот, мой адрес – Равнина Монсо. Это почти за городом? Одиночество. Я к нему привык. Только вы, мадам, могли бы его скрасить, навещая меня иногда. Дорогой граф, извините, что должен оставить вас, но мне нужно его во дворец правосудия. Я обещал прокурору Вильфору пойти послушать его обвинительную речь. Прокурор Вильфор? Разве он уже не в Марсель? Нет, его перевели в Париж лет... Сколько лет назад, Мерселес? Почти двадцать, друг мой. Уже двадцать лет? Вы хотели бы его послушать? Я не осмелился просить вас. Надеюсь, мадам, что ваше недомогание прошло. Господи, да, я... Да. В чем обвиняет эту Жервезу Рюбюфея, которую сегодня судят? Делал и аборты. Но ее преступление здесь ни при чем. Знаете, правосудие чем-то похоже на испанскую кориду. Бык нужен только для того, чтобы прославить Тореро. Извините. Это женщина. Да что я говорю, женщина, разве она заслуживает того, чтобы носить прекрасное имя женщины? Это убийца детей. Вы не можете говорить так. Слово «дети» здесь неуместно. Напоминаю суду, что женщина Рюбюфе обвиняется не в детоубийстве, а в сотворении ангелов. Да, это слишком красивое определение для слишком дьявольского из всех преступлений. Ибо, говорю вам, Жервеза Рюбюфе убивала детей. И делала это самым ужасным, самым отрадительным способом, потому что она убивала их, поражая их еще в животе матери. Она надругалась над этим храмом жизни, этим самым священным из всех убежищ. Сколько раз вы зверски уничтожали то, что является, во всяком случае, для меня, самым дорогим на свете, ребенком? Не имеет значения, сколько. Даже один раз это слишком много. Одно точно. Когда лезвие гильотины поразит вас, Жервеза Рюбюфе, то оно не превратит вас в ангела. Ибо ваше место в аду. Если вам интересно присутствовать на казни, я постараюсь достать для вас пропуск. Несчастье придется вставать рано, но... Наверное, это впечатляющее зрелище, введить правосудие в действие. Дорогой друг, в очередной раз вы оправдали вашу репутацию. Мне даже не пришлось напрягать свой талант, поскольку речь шла о неприкосновенных детях. Его превосходительство, граф Монте-Кристо, господин Вельфор, королевский прокурор. Мсье. Извините, я вас покину на минуту. Я должен зайти к секретарю, чтобы забрать один важный для меня документ. Конечно. Кто здесь убирает? Простите? Кто убирает зал суда? Кто его моет? Господи, полагаю, прислуга суда. Почему вдруг такой вопрос, граф? Вы не заметили, как плакала обвиняемая? Да. Чтобы разжалобить присяжных. Но эта стратегия оказалась бесполезной. Не имеет значения. Не жаль ту женщину, которая должна будет вытирать эти слезы. Знаете, они быстро испаряются. Прошу вас со мной. Замок, Ив. Самая страшная тюрьма королевства. Когда я служил в Марселе, мне иногда приходилось отправлять туда людей. Почему вы уехали из Марселя? Вам там не нравилось? Затруднительный вопрос, граф. Но поскольку вы мне его задали, я забуду свою скромность и отвечу. Я удостоился повышения по службе. А заказание услуги? Ну... Да, конечно. Кому? Кому? Правосудию, граф. Дело правосудия. Кому еще я могу служить? Не обижайтесь, если я покажусь нескромным. Ну, я впервые стою перед прокурором. И вас это впечатляет, что вполне естественно. Интригует. Вы подвергаете себе подобных ужасающим наказаниям. Неужели вы никогда не испытывали сомнений? Сомнений? Ну да. Нет. А угрызения есть совесть? Это обвиняемый должен испытывать угрызения совести, месье, а не я. Значит, никаких угрызений? Никогда. Это значит, что вы не испытываете никакого страха предстать перед Судом Божьим, на котором будут судить уже вас. Но... Да нет. Я чист перед собой. Заметьте. Я тоже не боюсь смерти. Если только придя за мной слишком рано, она не помешает мне завершить грандиозный проект, который я поклялся осуществить. Грандиозный проект? Вас это позабавит. Свершить правосудие. Свершить правосудие? Самому? Да. Но вы этого не можете, месье? Если бы кто угодно брался совершать правосудие, это породило бы неуправляемое состояние хаоса. Я не говорю, что вы кто угодно, но для совершения правосудия существует судья. Не беспокойтесь, я не собирался заменять собой человеческое правосудие. Но другого нет. Есть, господин прокурор, есть. То, которое мы только что упоминали. Божье правосудие. Прошу извинить. Моя дочь Валентина, граф Монте-Кристо. Дорогая, чем я обязан счастью видеть тебя здесь? Мой дорогой отец, я только что узнала неожиданную новость, что... даже не знаю, могу ли я... Ты можешь смело говорить про графе. Он только что сообщил мне, что хочет занять место Бога, а поскольку Богу известно все, то, что бы ты ни сказала, это не может удивить графа. Это верно, что Франц де Пене, который еще год должен был находиться на службе в Алжире, скоро вернется в Париж. По правде говоря, я пустил в ход некоторые свои связи, чтобы добиться этого досрочного возвращения. Граф, вы первый, кому я сообщаю, что моя дочь Валентина и Виконт Франц де Пене скоро обручатся. Я не хочу, чтобы мое присутствие мешало мадемуазель Вильфор выразить свою радость. Передайте мои извинения графу Марсерфу. Решительное вы везде суще. Но какого черта вы здесь делаете, дорогой мой мораль? В вашем возрасте люди ходят по кабаре, а не по дворце правосудия. У вас какие-то неприятности? Никаких, месье, никаких. Прошу меня извинить, граф. Что случилось? Худшее из того, что могло с нами произойти. Франц де Пене возвращается из Алжира. Уходи. Осторожнее. Господин прокурор, умоляю вас, кроме него у меня никого нет. Не убивайте его. Пощадите его, прошу вас. Из чего она хотела? Помилование своего сына, которого казнят завтра. Но ты же не будешь расстраиваться из-за этого? Помилование своего сына. Добро пожаловать в свой дом, господин. Ты будешь доволен, твой новый дом прекрасен. Бертучер постарался. Ты и твои люди хорошо устроились. За нас не волнуйся. Я тебя привез издалека, Мухаммад. Не хочу, чтобы ты сожалел. Не беспокойся о нас. Только малыш Хасан грустит. Почему он грустит? Потому что отсюда ему не видно море. Прямо завтра на имя уже землекопов пусть выкупают бассейн. Я хочу, чтобы он был, насколько можно, большим. Вокруг него посади папирусы не хуже тех, что мы видели в Александрии. И чтобы вода была голубая. И чтобы в ней плавали рыбы. Прямо как в Библии. И произвел Бог твердь и воду. Я хочу быть Богом для маленького Хасана. Он скучает по морю. Да, здесь не так, как в Марселе, господин Гав. Тут у вас более сотни комнат. На кухне шеф-повар, специалист по соусам, кондитер и семеро поварят. И еще. У всех моих слуг должен быть один свободный день в неделю. Целый день? Но это слишком много для Парижа. Слугам принято предоставлять. Это мой дом, и мои люди будут жить здесь по моим правилам. Да, но это вызовет недоумение. Надеюсь. Именно для того, чтобы поразить, удивить, ошеломить, очаровать и окончательно всех запутать, я и прибыл в Париж. Закрыли дверь. Ведь ты, Бертучо, знаешь, кто я? Если вы хотите, чтобы я это знал, то да, я знаю. Но если вы предпочитаете, чтобы я не знал, то я не знаю. Произнеси мое имя, мое настоящее имя. Давно я его не слышал. Произнеси, Бертучо. Вы уверены? Не пожалеете? Прошу тебя, скажи его. Капитан Эдмон Дантес, к вашим услугам. Капитан Эдмон Дантес. Как приятно это слышать. Да, но опасно. Вдруг кто-то узнает вас. Невозможно. Моя маска безупречна. Сам Вильфор меня не узнал. Да, внешне вы изменились, но как насчет вашего голоса? Вильфор не слышал криков ни в чем не виновного Эдмон Дантеса, так что нет риска, что он узнает его голос. Вильфор согласен, но она... Она? Она, господин граф, она, бывшая невеста капитана Дантеса. Мерседес все так же прекрасна. Может быть, даже еще больше. Я слышал о таких вещах. Страдания иногда делают человека красивым. Но страдала ли она хоть немного? Она так свободно чувствует себя в этом блестящем мире, для которого она не была предназначена. Если бы ты видел ее бегущую по берегу моря, босоногую, с развивающимися волосами. Настоящая дикарка. Куда делось это солнце над морем? Как темно ночно в Париже. Здесь вместо звезд или устретят. А фонари перед трактирами и огоньки фиакров освещают улицы. Бертучо. Мне нужна женщина. Вы хотите, чтобы я нашел вам женщину? Да, с которой я мог бы появиться в театре, ужинать в трактире и подавать руку, когда она будет садиться в фиаках. Ты мне сам подсказал эту мысль. Я загорелся желанием. Да, знаю, я много болтаю. Чистый итальянский недостаток. Но разве при богатом иностранце в Париже не должна непременно находиться красивая женщина? Буду ли я заслуживать доверия, показываясь без женщины? Но я не знаю ваших вкусов. Единственное требование, чтобы она ни в чем не напоминала мне Мерседес Морсав. 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 Итак, нам нужна блондинка и скорее куколка, чем дикарка. Глаза голубые. Если и акцент, то только не испанский. В довершение всего она не должна быть графиней. Здравствуйте. Хороший денек, правда? Позвольте представиться, Бартучо. Мы можем поговорить? О чем? Я тут присмотрел к себе очень интересную натурщицу. Натурщица? Баронесса Каролина Жуи Мобер? И ты называешь Баронессу натурщицей? И к тому же она Баронесса, но это отлично, потому что будь она графиня, она бы не понадобилась. Баронесса меня вполне устраивает. Она моя хозяйка. Наглядь, бездельник. Немедленно слезай. Слезай. Потише, ты лошадей распугаешь. Мое почтение, Баронесса, и примите мои извинения. Жаль, Баронесса вполне бы подошла. Вполне, вполне. Но как вы, блестящий банкир, можете быть таким боязливым? Поймите, Данглара, железная дорога – это будущее. Все вам это скажут. Месье Араго говорит противоположное. Он самый великий ученый нашего времени. И что говорит месье Араго? Что когда по вашим железным дорогам будут мчаться со скоростью 30 км в час, несчастные пассажиры задохнутся из-за невыносимого давления. Так что, извините, но я основал банк Данглара не для того, чтобы участвовать в подобных злодеяниях. Я горжусь тем, что я человек честный, щепетильный и ответственный, господа. Кто говорит о такой безумной скорости? 17 км в час – вот наибольшая скорость железных дорог. Да и то при спуске, Данглар, только при спуске. Вы что не видите, у меня совещание. Господин барон, этот человек говорит, что больше 10 минут он ждать не будет. Черт возьми, пусть уходит. Граф Монте-Кристо? Никогда не слышал об этой птице. А я слышал. Насколько мне известно, это какой-то итальянский аристократ или штату в этом роде. Он недавно в Париже. Понятно. Еще один нищий оборванец из эмигрантов. Наполеон хотел захватить Европу, а в результате захватили нас. Ошибка, барон. Состояние этого Монте-Кристо оценивается как колоссальное. Абсолютно колоссальное. И вы думаете, что он решил доверить управлением банку Данглара? Ну тогда это все меняет. Господа, прошу меня извинить, мы продолжим чуть позже. Естественные слухи о вас дошли и для меня, и для нашего банка, честь и удовольствие принять вас. Ну а теперь... Давайте поговорим о делах. Итак, граф, какую сумму вы хотите нам доверить? Никакую. Никакую? Я не принес вам денег, я пришел их взять у вас. У меня? Ну да. Вы разве не банкир? Да, месье, но... У меня письмо от банка Томпсон энд Френч, который открывает мне неограниченный кредит в вашем банке. Вот, прочтите. Неограниченный кредит? Ну что это значит, неограниченный кредит? По-моему, все ясно. Это значит, что во время всего моего пребывания в Париже, которое продлится примерно год, я могу у вас брать столько денег, сколько захочу. Первый лист, таки вы сталкиваешь? Полагаю, что когда банкирский дом Томпсон энд Френч рекомендовали мне вас, они и ручались за ваш банк. Намсе, если банк Данглара не в состоянии обеспечить такой кредит, я сообщу дому Томпсон энд Френч и обращусь в другой банк. Нет, нет, подождите, не сердитесь. Мы ни в коем случае не хотим вызвать недовольство дома Томпсон энд Френч, одному из самых крупных наших партнеров в Европе. Ну, это слово неограниченный. Ладно, там посмотрим. Сколько вам нужно сейчас? Прямо сейчас, пожалуй, нужно... Я докажу вам свою щедрость. Миллион. Миллион? Да, это значительная сумма, но раз вас рекомендуют Томпсон энд Френч... Один миллион? Не благодарите меня, это огромная сумма, но банк Данглара был основан недавно, и мы должны поддерживать свою репутацию. Шесть. Шесть чего? Шесть миллионов. Вы хотите шесть миллионов франков? Для начала. Шесть миллионов? Из которых пятьсот тысяч франков предоставить немедленно в мое распоряжение. Половину золотом, половину в банкнотах. Пятьсот тысяч? Вот так, прямо сейчас? Месье. Как и слова «неограниченный кредит» имеют только один смысл, так и у слова «немедленно» он тоже один. Вы принимаете одного из самых богатых людей в мире, но вместо того, чтобы наполнить свои сундуки, вы их опустошаете. Над вами будут смеяться. Вы ничего не понимаете в финансах, друг мой. Я знаю. Вы считаете меня ни на что негодной. Даже родить вам сына не могу. Вы меня не раз в этом упрекали. Я никогда не просил у вас сына. Я просто хотел ребенка, все равно девочку или мальчика. Не будьте лицемерны. Я прекрасно знаю, что вам нужен сын, как преемника вашего дела. Естественно, меня огорчает мысль, что после моей смерти банк Данглара перейдет в руки незнакомцев. Успокойтесь. Ваш банк перекупит молодой Марсерф. Его отец достаточно богат, чтобы подарить ему такую игрушку. А Марсерфы не такие уж незнакомцы. Что вы хотите этим сказать? Что банкиру всегда выгодно иметь в своем окружении пэра Франции. Пэр Франции, с которым вы имели похождения в Марселе. Похождения? А какие еще похождения? Идите спать, Армина. Мы завтра должны быть в жаке и клубе. Ваш пресловутый Монте-Кристо там будет? Полагаю, что да. Он выставит свою лошадь? Я только что дал ему шесть миллионов. Но одного дня недостаточно, чтобы купить породистую лошадь, подготовить ее и нанять жокеи. Нет, Монте-Кристо, конечно, богат, но он не бог. Это ваш Аббат Фаря обучил вас химии? Что тем более достойно уважения, поскольку там у нас не было возможности проверить правильность наших формул. Наша лаборатория находилась здесь. И что вы хотите с этим сделать? Прежде всего, унизить графа Марсерфа, не дав ему выиграть на скачках в жаке и клубе. Какую лошадь вы ее представите? Нуаро. Нуаро? Ты запишешь его под именем Фараон. Новое имя не заставит лошадь бежать быстрее. Нуаро отличный конь, но он уже старый. Через 10 метров он просто рухнет. Ты подольешь ему в воду содержимое этого флакона. Это что-то укрепляющее? У тебя в руках эликсир, который может превратить простую искру в сверкающую звезду. Известно, кому принадлежит этот фараон. Англичанин и месье некий ему лорду Филваро. Ты видел его? Как он выглядит? Насколько мне известно, он не присутствовал на скачках. Потрясающе. Меня победил какой-то призрачный англичанин, который выставил лошадь, которая была больше похожа на лошадиный скелет, а не на лошадь. Но месье, лошадь в этом не виновата? Сочувствую тебе, Фернан. Я знаю, насколько важны были для тебя эти скачки. Не только для меня. Наш друг Данглер поставил 3000 франков на мою лошадь. Вильфор тоже ставил на неё. Я был унижен. Ладно, хватит её чистить. Придётся убить её. Но, господин Граф, именно, позволи себе обойти какой-то лошади, которая больше походила на клячу. Жаннина не стоит того овса, которого я ей даю. А ты ведёшь её завтра на скотобоне. Месье, это несправедливо. Ваша лошадь не бежала плохо. Просто другая была лучше. Не отведёшь, я сам её пристрелю. Заперегите мою карету, мне надо уехать. Куда это? Почему ты уезжаешь? Скоро уже будет обед. Ты испортил мне аппетит. Невероятно. Здесь остановить, Графиня? Да. Здесь остановить, Графиня. Поехали. Куда вас отвезти, Графиня? Куда хочешь, мне всё равно. Но пусть лошади скачут быстро. Мне сегодня почему-то трудно дышать. Несомненно, Графиня Морсарф действительно красивая женщина. Да. 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 Спасибо. 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 Остался только один корабль. Фараон. Купите другие? На какие деньги? Я только что был у барона Данглара, чтобы изложить ему свой проект. Забудьте о Дангларе. У нас есть союзник, мой дедушка. Для него фамилия Дейпене – проклятое имя. Он сделает все, чтобы я никогда не носила фамилию Дейпене. Но что он может сделать, Валентина? Ваша любовь к месье Нуартье Вильфору заставляет вас забывать, в каком состоянии он после удара. Он парализован, не может говорить. Мне достаточно его морганий, чтобы понять, о чем он хочет сказать. Нет, мой последний козырь – это граф Монте-Кристо. Он очень богат и, говорят, благороден. Не знаю почему, но мне кажется, что я ему нравлюсь. Может, он одолжит мне необходимую сумму? Только не он. Его богатство слишком огромное, чтобы быть честно нажитым. В любом случае, мой отец поручил сыщику навести о нем справки. Будьте осторожны, Максимилиан. Не скомпрометируйте себя с человеком, которого со дня на день могут арестовать. Ну что? Если вам нужно что-то совсем другое, то мадам Ришарде вполне подходит. Кто такая мадам Ришарде? Вы дали мне поручение найти вам любовницу. Назовем вещи своими именами. Итак, вашей будущей любовнице, а точнее вашей возможной будущей любовнице 31 год. Ее зовут Камила Ришарде. Она блондинка и невероятно добродетельна. Знаешь, женская добродетель. Нет, нет, эта женщина невероятно верная. В таком случае, что мы будем делать с ее мужем? Нет, нет, она верна памяти своего мужа, мадам Камила Ришарде, вдова. Вот как в 31 год? Неудачный дуэль. Эта женщина ангел. Она живет замкнуто в своем доме в АТ и выходит только по пятницам, чтобы исповедоваться. Ну что ж, посмотрим на твоего ангела. Господь с вами, мой дорогой собрат. Кто вы? Как вы сюда вошли? Через дверь она была открыта, как и полагается, Дому Божьему. Честно говоря, она открыта потому, что я жду кое-кого. Вашу прихожанку, которая исповедуется у вас по пятницам, мадам Ришарде? Откуда вам это известно? Ее дядя. Вы? У этого дитя есть дядя-священник? Иезуит. Поразительно. Позвольте мне заменить вас, чтобы услышать ее исповедь. Меня это очень устраивает. Тем более, что никогда не знаешь, в котором часу ваша племянница придет просить прощения у Господа. А я со своим ревматизмом и бронхитом должен ждать ее в этой сырой церкви. Значит, договорились. Идите домой. Вам приятно будет почитать трепник возле камина. Спасибо, дорогой мой собрат, спасибо. Чтобы вам не было скучно ждать свою племянницу, вы можете что-нибудь почитать. Я уже не знаю, куда класть свои книги. Особенно я рекомендую вам свою монографию о кабане Вараа, обитающего в Индии и куда он попал из северных стран. Это весьма любопытно. Вы сами увидите. Я вижу у вас подшивки газеты «Вестник». Я бы с удовольствием просмотрел подшивку 1815 года. Это год моего рукоположения. Тайна, касающаяся убийства в Париже генерала Депене. Подозрения, правда, не подтвержденные с начала полона господина Нуартье, проживающего на улице Кок и Рон, известного своими бонапартистскими убеждениями, в отличие от генерала Депене. Генерал, как мы знаем, поклялся сделать все возможное, чтобы бывший император Наполеон никогда больше не вернулся во Францию. Господи, Фария был прав. В этом все дело. Письмо с острова Эльба. Вильфор думал, что я прочел это письмо. Бросив меня в тюрьму, он убивал сразу двух зайцев, оградил своего отца и оказал услугу монархии. Услугу, за которую, судя по всему, его хорошо отблагодарили. Простите меня, мой отец, ибо я много грешила. Не вы одна. Мое почтение, господин прокурор. Ну что, Бовиль, как продвигается ваше расследование? Потихоньку, господин прокурор. Нельзя, чтобы Монте-Кристо о чем-то догадался. Прежде всего, я хочу собрать о нем максимум сведений. От кого? Мои агенты выяснили, что есть один человек, который, похоже, хорошо его знает. Это священник-изуит по фамилии Бузуни. Он живет за Сен-Сю-Плес, я пойду к нему сегодня вечером. Священник осторожнее со священниками. У королевского прокурора главный только король, у священников — Бог. В наше время все знают, что Бог — это всего лишь идея. Смотрите, как бы однажды мы не стали жертвами своих идей, Бовиль. Идите. Вы ведь не откажете мне в отпущении грехов, да, мой отец? Я знаю, этот грех чревоугодия, который я совершаю каждую ночь во сне, ужасен. Но я ничего не могу поделать. Но это не грех, мадам. Вы любите окорок, обожаете кролика в белом вине, вытаете при виде морского угря, не можете устоять передюженной устриц из Зеландии, рыдаете от счастья, поедая жареные сосиски, теряете рассудок от вишеного пирога, ну и что? За кого? Черт, позвольте так выразиться, вы принимаете Бога. Перестаньте думать, что Бог — это какой-то брюзга. Творец, создавший столько прекрасных вещей в мире, не может быть мрачным и унылым. Да, его интересует ваша душа, но то, что вы засовываете себе в рот, ему совершенно безразлично. Тем более, что у вас красивый рот. Поверьте мне, мадам. Отец мой! Мне неловко досаждать вам, но поймите меня, граф, я пришел не просить денег. Я лишь прошу вас поговорить с бароном Дангларом и убедить его пересмотреть мое предложение. Он его пересмотрит, мой мальчик, уверяю вас, он его пересмотрит. Мы заставим многое пересмотреть нашего дорогого Данглара. Уже поздно, месье. Вам пора переодеться. Извините, я вас оставляю. Я забыл, что для вас каждый вечер как праздник. Какая прекрасная у вас жизнь. Где вы будете блистать сегодня в опере в итальянском театре? Сегодня я играю. Ладно, вы хотите играть по-крупному, но если Бо Вилли арестует вас... Чтобы меня арестовать, ему надо знать, кто я. А если он вас узнает? Потому что он был управляющим тюрем и несколько раз приезжал с инспекцией в замок Ив. Если Мерседес меня не узнала, то Бо Вилли и подал. Влюбленная женщина – это одна. Полицейский – совсем другая. О какой влюбленной женщине ты говоришь? Если бы Мерседес любила Эдмуна Дантеса, она никогда бы не вышла замуж за Фернана. Вы хотите знать, кто такой этот граф Монте-Кристо? Кто он на самом деле? Если это вам известно, мой отец... Граф у меня исповедуется. Это интересно, крайне интересно. Прошу вас продолжить. Но дело в том, что я связан тайной исповеди. Досадно. Крайне досадно. Однако я могу вам кое-что сообщить. Прекрасно, прекрасно. Достаточно одного слова. Этот человек – дьявол. Как вы это понимаете? Как вы. Я не очень-то верю в дьявол. Я вас, надеюсь, не шокирую этим. Нет, вы меня удивляете. Я думал, что вы с ним встречались. С дьяволом? Во всяком случае, с проклятым. Разве вы никогда не спускались в ад, месье Бабель? Когда, например, вы объезжали свои тюрьмы, вы не помните крики, стоны, жалобы, крики отчаяния? Или у вас, как у многих, очень короткая память? Отвечайте. Ну, откуда? Вам известны такие вещи? Я был одним из этих проклятых. Ваше имя? Я Аббат Фориа. Фориа? Фориа? Фориа – это мне что-то говорит. Замок Иф, Бавиль. Вам придется расплачиваться за замок Иф. За ваше равнодушие к страданиям вам однажды придется платить. Не мне, а Богу. Бога не существует. Я уверен, что Он не существует. ВООДУШИВАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Да? Кушать подано. Что у нас сегодня в меню? Мы хотели подать крест салат со сметаной, затем небольшой африкасы из куропатки с капустой и компот из фруктов. Но поскольку куропатки дорого стоят на рынке и вытье, мадам придется довольствоваться салатом и фруктами. Вот и все. Что ж, я представлю, что сейчас пост. Монграф Монте-Кристо умоляет вас простить его за невероятно дерзкий способ представиться вам. Но с тех пор, как он в Париже, нет дня, чтобы он не слышал о вас. И потеряв надежду встретиться с вами в опере, или в итальянском театре, или у его величества, короля... Как я могу выйти в свет, месье? Смерть мужа сделала меня нищей. Я вленуждена была продать все свои драгоценности, все свои платья. Все тот же несчастный граф Монте-Кристо, возмутившись, что никак не может с вами познакомиться, решил сделать то, что очень часто практикуется на Востоке, когда, чтобы приблизиться к недоступному человеку, к его дому приходит со своим караван-сараем. Это мой караван-сарай, мадам. Простите за то, что он так мал. Честно говоря, я в этом ничего не понимаю. Но поскольку эти вкусные вещи ждут только нас, может быть, сядем за стол? Софи, ты будешь прислуживать нам. Не надо, мадам, я позаботился и об обслуживании. Что это? Мне не терпится попробовать. Дайте мне немного этого чего-то черного в металлической чаше. Это икра, мадам, а чаша из позолоченного серебра. Что же вы ничего не едите, мсье? Некоторые блюда сначала кажутся несколько странными на вкус, но в целом все очень вкусно. Я пожираю вас глазами, этого достаточно для моего насыщения. Подумать только, я была уверена, что сегодня обречена есть только салат и фрукты. Но все же позвольте спросить, почему вы все это делаете? Я уже сказал вам, чтобы лучше узнать вас. Но я слишком бедна, чтобы быть интересной. Когда вы узнаете, какая я, вы будете страшно разочарованы. Меня огорчает только то, мадам, что вы еще не отведали перепелок. Бертуччо! Бертуччо! Давай, Бертуччо, вставай. Ну, а еще ночь? Быстро вставай. У тебя будет очень насыщенное утро. Я хочу, чтобы ты послал в отей лучшего портного Парижа, самого изысканного парикмахера, самого известного ювелира. И не забудьте о том, сколько это будет стоить. Я открываю неограниченный кредит. Вот как мча? Да. Значит ли все это, что ужин в оте, был вкусным? Восхитительным. Восхитительным. И она тоже была восхитительна. Скорее, давайте, скорее! Скорее! Телеграфная сеть Шапа включает теперь в себя 534 станции, башни, голубятни, старые крепости или церковные колокольни, что позволяет связать между собой 24 главных города Франции. Как вы видите, я обеспечиваю последний этап перед Парижем. Прогресс — это прекрасно. Вы, наверное, гордитесь, что здесь работаете. Конечно. Вот только приходится лазать наверх. Когда-нибудь я сломаю себе шею. Не говоря уже о том, что зимой здесь в башне гуляет ветер. Очень просто застудить себе грудь. Телеграф. Могу себе представить, но взамен вам, наверное, хорошо платят. Сколько вы получаете, скажем, в год? Тысячу франков, месье. Конечно, мне предоставили жилье, и даже, как видите, маленький кусочек земли, чтобы сажать свои овощи. Но тысячу франков — нищета. А когда я не смогу больше залезать наверх, на что я буду жить? Я полагаю, что администрация телеграфа будет платить вам пенсию. Знаем мы эту пенсию. А если я предложу вам 25 тысяч франков? Это целое состояние. Но что вы попросите у меня взамен? Послать депешу, которую я вам продиктую? Невозможно. Я могу послать только то сообщение, которое получил от другого телеграфа. 30 тысяч. 35. Подумайте. Никаких больше ступенек, никакого ледяного ветра. По крайней мере, у вашей депеши нет ничего аморального. Речь идет о правосудии, а не о морали. Моё почтение, мадам Севне. Вы довольны, что смогли купить шляпный магазин на улице Клиниан-Кур? Я вам говорил, что это очень выгодное дело. Смотрите-ка. Ведь это наш дорогой месье Тюшерер. Ну что, сколотились без состояния на обручах и прыгалках? Бошан! В мою газету пришло только что депеши по телеграфу. Пройдемте. Я сразу сказал себе, это будет интересно барону Данглара. Сколько вы хотите на ветра, Сбошан? Дело в том, что с некоторых пор я посещаю одну прелестную танцовщицу. Но она немного. На 200 франков вы вполне сможете накормить свою танцовщицу. Она само совершенство. За исключением только аппетита. Он у нее ненасытный. Может быть, вы увеличите сумму до 500, скажем. 300. За такую тарелку бедняжке придется пойти на панель. Они все это делают. А теперь давайте скорее вашу депеша. Король, Дон Карлос, в исламные уборщи, возвращается в Испанию, Каталония уже в огне и крови. Такие города, как Барселона, восстали и поддержали Дона Карлоса. Испания скоро будет охвачена хаосом. У меня на 500 тысяч испанских акций. А завтра, когда моя газета опубликует новость об испанской революции, ваши купоны будут стоить меньше простой бумаги. Вот только к затрочнему дню я все продам. Спасибо, Бабушан. Решительно, дорогой Данглар, вы делаете погоду на бирже. Скажите лучше, что барон вызвал настоящую бурю, продав все свои испанские акции. Но какая интуиция? Кто бы мог предвидеть этот переворот в Испании? А что, если король Испании зажег лишь слабое пламя? Может, ему не удастся отобрать корону у королевы Изабеллы II? Кто знает, что может быть? Сведения, которые я получил, не оставляют никакого места для сомнений. Еще до наступления вечера Данкарлос торжественно вступит во дворец. Граф. Поздравляю, барон. Браво же, браво. Браво. Надеюсь, в этой спешке вы не продали с ущербом для вас все испанские акции. Конечно, ущерб есть, но минимальный. Правда? Не сравнить с жуткими потерями, которые понесут те несчастные, у которых в бумажниках еще лежат испанские акции. Граф. Миссия Данклар, мне нужно обязательно с вами поговорить. Бошан, мой дорогой Бошан. Ну что, ваша маленькая танцовщица, довольна? Да какая танцовщица? Только что вышел свежий номер Вестника с оповержением. Король Данкарлос не покидал Буржа. Не покидал Буржа? Как это не покидал Буржа? Тогда что же? Тогда ничего. Данкарлос в Бурже, Изабелла вторая в Мадриде, а Испания продолжает щелкать кастометами, счастливая и спокойная под своим прекрасным солнцем. Это что, шутка? Только вчера вы показывали мне депешу, которая... Это была ложная новость. Похоже, у телеграфиста случился приступ бреда. Вот так. Он сбежал, оставив телеграф пустым, но... Читайте, читайте. Испанские акции поднимаются. Что-то случилось, барон? Через час, граф. Испанские акции вернут себе или даже удвоят свою вчерашнюю стоимость. Это означает, что если взять то, что я потерял на их продаже, и потеряю в прибыли из увеличения их стоимости, то, в общем, эти проклятые испанские акции в лучшем случае лишили меня миллиона долларов. Это тот самый богатый итальянский граф? Итальянский? Но Монте-Кристо не итальянец, он родом с острова Мальта. Вы уверены? Мне говорили, что он турок. А кто эта женщина рядом с ним? Подумает, только мой отец приглашен в королевскую ложу. Мне бы тоже хотелось там быть. А вам нет, мадам? Помилуйте, Валентина, я же просила не называть меня мадам. Я уже достаточно давно супруга вашего отца, чтобы вы и я делали вид, что мы самые лучшие подруги в мире. Да, знаю. Я заметила графа Монте-Кристо. У него уже своя ложа в опере? Нет, и поэтому я счел себя обязанным, ввиду того, что он сделал для нашего сына. Попросите его разделить ложу с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГУГЕНОТО Я не правлю французами. Я выращиваю толстых телят. Все те же тяжелые затылки, все те же толстые плечи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, нет, есть что-то новенькое. Кто этот мужчина в ложе графа Аморсерфа? Кажется, я никогда его не видел. Сир, он иностранец в Париже недавно. Я охотно представлю его Вашему Величеству, но предпочел бы дождаться выводов расследования. Расследование? Простая формальность. Но мы хотим знать, откуда у него такое непомерное богатство, так что... Мне не кажется, господин прокурор, что большое состояние несовместимо с добродетельным. Что это за новая мода с подозрением смотреть на человека, если он хоть чуть-чуть богат? Если уж на то пошло, у меня тоже есть состояние. Да, Сир, новый король. Это говорили и Людовику XVI. Так что оставьте в покое этого графа Монте-Гристо. Кстати, тот факт, что граф Аморсерф пригласил зву в свою ложу, не кажется вам моральной гарантией? Мне? Да. Монте-Гристо. Так значит, король знает вас? Не ревнуйте, мадам. Вы меня знаете лучше, чем он. Я? Я вас вижу всего в третий раз. Вот потом. Спектакль начинается. Спасибо, месье. Я так счастлива оказаться здесь. И вы лишаете меня оперы именно в тот вечер, когда объявлено, что там будет король. Друг мой, когда теряешь миллион на бирже, это всё равно, что потерять близкого. Какое-то время приличествует оставаться дома. Вы преувеличиваете степень своей значимости. Кому какое дело, что вы потеряли миллион? В любом случае, я скоро всё себе верну. Лорд Вильмор прислал мне письмо, где предлагает вложить мне деньги в золотые рудники. Это в Мексике, у истоков реки Агуанаваль. Рудники языка Текаса. Вы знакомы с этим лордом Вильмором? Лично нет. Но по его вине я потерял три раза по тысяче франков на скачках, так что он обязан мне небольшую компенсацию. Но вы не волнуйтесь, этот Вильмор является одним из главных акционеров банка Томпсон энд Френч, которому можно абсолютно доверять. В Антракте, когда вы представили меня и его величеству, я думала, что умру от смущения. Почему, мадам? Короли такие же люди, как все остальные. Вы не такой, как все остальные. Вы всех очаровываете. А вы как на меня смотрите? С бесконечной признательностью. Но возьмите это обратно. Я была счастлива и горда носить его сегодня, но оно слишком прекрасно для меня. Это калия ваша, мадам. Если оно вам не нравится, продайте его. И на эти деньги почините крышу вашего дома. О, нет, я ничего не хочу вкладывать в этот дом. Напротив, я бы с радостью рассталась с ним. Я никогда не понимала, почему моему бедному мужу он настолько нравился, что он влез в долги, чтобы купить его. Я думаю, он просто был горд жить в доме, который принадлежал Сен-Миранам. Сен-Миранам? Сен-Миранам из Марселя? Вы их знаете? Только по имени. Это старая и большая семья, которая верно служила французской короне. Элен – одна из дочерей Сен-Мирана. Была первой женой прокурора Вильфора. Вы его знаете. Это тот человек с холодным взглядом, который был сегодня в ложе короля. Тогда значит, Вильфор жил в этом доме? Да, но изредка это был его загородный дом. Вы не хотите зайти на минутку и согреться перед тем, как вернуться в Париж? Суфи, наверное, уже разожгла огонь. Пожалуй, это слишком рано, играть с огнем, мадам. Вы правы. Тем более, что сегодня четверг, и, следовательно, завтра у нас пятница. А по пятницам я исповедуюсь. Ваша исповедь будет намного легче, если я храбро перенесу ночной холод, не поддавшись искушению войти. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты хотел нас ограбить? Но я тебя застал на месте преступления, вор. Дай-ка я на тебя посмотрю. Может, ты даже хотел убить? Ваше происходительство ошибается. Я ещё не настолько глуп, чтобы душить курицу, приносящие золотые яйца. Я пришёл просто поговорить о делах. С кем? С кем? С тем типом, что здесь живёт. Что ты болтаешь? Ты явно ошибся адресом. Я знаю один секрет. Один из тех секретов, за который платят золотом. Кто ты такой? Тебя следует проучить. Оставь его в покое, Бертучо. Вот видите? Стань, не люблю, когда люди лежат на земле. Итак, ты хочешь продать секрет? Вы хотите быть покупателем? Приходи завтра по адресу, который я тебе дам. Расскажешь свою историю, и я клянусь, что тебе заплатят больше, чем ты надеялся. Адрес? Надеюсь, это не полиция? Это дом священника. Бузани. Бат Бузани. Я так и знал, что мне устроит ловушка. Жальтесь, господин Абат. Во имя Христа и Деву Мари, не отсылайте меня обратно на... На каторгу. Однако, когда мы виделись в последний раз, я вас обогатил бриллиантом стоимости в 50 тысяч франков. Сокровище, которое могло позволить вам вести честное и даже счастливое существование. Да, но это моя служанка, все из-за нее. Она обезумела от этого бриллианта. Захотела отобрать его у меня. А поскольку в тот момент у меня под рукой оказался нож... Замолчи. В любом случае, это все та же песня. Низость, вероломство, преступление. Меня тошнит, глядя на вас. Ладно, кадрус, давай к делу. Кажется, ты хотел мне что-то рассказать. Это не для вас, господин Аббат. Этот секрет нужен только для того, чтобы шантажировать одного человека. Говори, пока я не отдал тебя людскому правосудию в ожидании божественного. Мне придется обвинить судью. В общем, прокурора. Вильфора? Откуда вы знаете? Не имеет значения. Продолжай. Через родственников жены Вильфора имел дом в Атее. Там можно было делать все, не попадаясь на глаза любопытных. И чем там занимался Вильфор? То, чем священники не занимаются. Любови. Сэр Мин и Данглар, женой банкира. От этой связи у них был ребенок инкогнито. Как это инкогнито? Данглар не знал об этом? Нет. Он не заметил, что его жена... Когда она стала полнее, Данглар отправил ее лечиться на воды. Когда ребенок родился, Вильфор и мадам Данглар подумали, что он родился мертвым. Сами понимаете, что это их очень устраивало. Нет ребенка, нет скандала. Вильфор поместил ребенка в сундук и ночью закопал его в саду. Все же это крыто, как думал он. К несчастью, в эту ночь там оказался бродяга. Он решил, что закопали сокровища. И когда Вильфор ушел, наш бродяга... Нашел ребенка, отогрел, оживил, оставил у себя и воспитывал, как своего сына. Но откуда тебе все это известно? Этот ребенок был скован со мной одной цепью на каторге в Тулоне. Его приемный отец рассказал его тайну рождения. А Тусен мне... Ну да, его назвали Тусеном, потому что он родился в праздник всех святых. Но как он оказался на каторге? Он стал каторжником по причине того, что наведывался в богатые дома, куда его не приглашали. Забавно для сына прокурора. Мы бежали вместе с ним. Сколько? Такой секрет стоит золото. Вильфор и мадам Данглар все отдали бы за молчание. Да, но я всего лишь бедный священник. Я не покупаю у тебя эту историю. Я ее беру в наем. Как это в наем? На полгода, за 500 франков в месяц. За это время ни ты, ни Тусен никому ничего не рассказываете. После этого срока можете делать, что хотите. Скажите, дорогая, вы в курсе? Я получила такое же приглашение час назад. Мадам Ришарде просит оказать ей честь принять приглашение на загородный обед, который она устраивает в своем доме в Этиё. И так далее, и тому подобное. То, что она приглашает вас, вполне естественно. Она бедна, вы жена банкера. Возможно, она ждет поддержки, но меня-то она не знает. Она никого не знает. Возможно, она составляла список приглашенных наугад. Это деревенская дама, которую ее муж не успел ни обтесать, ни сделать ей ребенка. Положите даму пик на короля червей. Вот уж нет. Я никогда не играю дамой пик. Эта карта символизирует смерть. В любом случае, я не пойду на этот обед. Возвращаться туда, в этот проклятый дом, выше моих сил. Полагаю, вы меня понимаете. Я не пойду. Тем не менее, придется там показаться, дорогая Эрмина. Никогда. Кто знает, может, нам устраивают ловушку. Как у какой-то Ришарде могла появиться мысль расставить нам ловушку? Она просто гусыня. Загородный обед, по-моему, это очаровательно. Где будет куча людей, которых мы не знаем? Эта Камила Ришарде ничего собой не представляет. Я наводила справки. У ее мужа не было даже Ордена Почетного Легиона. Напротив, дорогая, мы там всех знаем, потому что пригласили только нас. Что значит только нас, барон? Нас, дорогой прокурор? Нашу, в прошлом веселую марсельскую ватагу. Единственным человеком со стороны будет граф Монте-Кристо. Столики накройте здесь, под тентом. Тент какого цвета? Белого, конечно. Цвет невинности. А меню? Я хочу такой же, абсолютно такой же стол, какой был в день обручения Эдмона Дантеса и Мерседес и Гуалады. Те же блюда, те же вина, те же цветы. Я даже помню, какие это были цветы. Мимоза. Во что вы играете? Они вас узнают? Как они могут допустить, что я Эдмон Дантес? Даже я сам иногда в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это было во сне или в какой-то книге, короче, в другой жизни. В любом случае, Бертучи, такой день настанет. И тот день, когда они меня узнают, для них будет ужаснее, чем для меня. Представьте себе, мне пришла в голову удивительная мысль. Какая же мадам? Я даже не знаю вашего имени. Моего имени, мадам? Господи, ну да. Анатоль, Шарль, Эдуар или Поль. У всех людей есть имена. Но какое же имя у графа Монте-Кристо? Вы мне его ни разу не сказали. Правда? Правда. Так какое же? Я мог бы вам сказать, что меня зовут Атанас, или Кризант, или... Так и быть, скажу право. Похоже, родители мои были легкомысленные люди, они забыли дать мне имя. Но это ужасно. Да нет, мадам, напротив, это чудесно. Вы можете называть меня так, как вам нравится. Вы хотите сказать, что я могу вас окрестить? Да. И какое имя вы мне выбрали? Угадайте. Оно начинается на Э. Почему на Э? Потому что с нее начинаются слова, которые подходят к вам. Э элегантный, экспрессивный, эрудированный, эпикурейский, эстетский, эфемерный. Или как Эрик, Эрнестоти. Или Эдмон. Или Эдмон. Я выбрала это имя. Нет, на меня нельзя смотреть. Ну что ты ничего не говоришь? Как я? Ты вслепительно дорогая. Даже немного слишком для загородного обеда у малышки Ришарде. Малышки? Она кажется тебе настолько очаровательной, что ты называешь ее фамильярно малышкой? Насадес, какая муха тебе укусила? Я сказал малышка, только чтобы подчеркнуть ее незначительность. Однако говорят, что недавно мадам Ришарде была в восхитительном платье. Я, конечно, не видела его, но газета «Девушки и дамы» поместила его рисунок. И я... Оно сидело на ней, как на вешалке. Если тебе не хочется ехать, не поедем. Я отправлю лакея, который передаст записку с извинениями. Нет, нет, мы поедем. Присутствие графа Монте-Кристо поможет проглотить эту пилюлю. Он нас наверняка позабавит. Он такой... Оригинальный. Однако. Орденская лента святого Людовика. Но вы мне не говорили, что его величество вручило его мне два дня назад. Я просто не придаю большого значения таким вещам. А я да. Я ужасно горд за вас. Поражен, да. Скажи матери, чтобы она потрогалась. Коляска уже запряжена и ждёт нас. Вы великолепная мама. Разве жизнь не чудесна? Ты выбрал неудачный день устраивать мне сцену. Я не устраиваю тебе сцену, Эрмина. Если ты хочешь играть на бирже, играй на свои деньги, а не на наши общие. Знаешь, сколько мне стоили твои спекуляции акциями Триеста? Можно подумать, что ты не спекулируешь. Конечно. Но я, моя дорогая, не импровизирую. Я более ловат, более осведомлён, чем остальные. Благодаря графу Монте-Кристо я единственный французский банкир, который вложил деньги в золотые приездки в закатокассе. Пока что там не нашли ни одной жилы. Все вы такие женщины, всегда нетерпеливы. Дай им время выкопать глубже, и ты увидишь. Впрочем, закатекас – это только закуска. Монте-Кристо убедил меня вложить миллион на разведение осётра в Санкт-Петербурге. Россия будет нашим основным блюдом, и я тебе гарантирую, мы ещё попируем. Санкт-Петербург Поторопитесь, они уже едут. Они едут. Господи, я так волнуюсь. Нет причин. Если бы мой муж меня видел. Я его, бедная Камила, принимает таких важных персон. Кстати, я вижу у вас тоже сейчас серьёзное лицо, которое я иногда... У меня серьёзное лицо? С чего мне быть серьёзным? Загородный обед – очень весёлая вещь. Вы увидите. Нам всем будет очень весело. Поверьте мне, Камила. Полюбуйтесь, господин прокурор. По виду вы скажете, что это сосиска, но это не так. Так это икра тунца, то есть рыбьи яйца, спрессованные, подсоленные, с пряностями, политой тонкой струйкой оливкового масла и посыпанной перцем. Намажьте это на поджаренную тортинку и получите настоящий деликатес. Графини, посмотрите на другое чудо рядом, специально для гурманов. Угарь с сельдереем, свежими помидорами и кусочками горьких апельсинов. А вижу, что барона заинтересовала наше рыбное блюдо из сардин и барабулик в маринаде. Попробуйте, барон, попробуйте, вы не пожалеете. Это просто удивительно. Какая странная идея устроить обед по-марсельски. Это идея графа Монте-Кристо. Вам не нравится? Я хотел предложить нечто более ординарное, чем надоевший запечённый паштет и лосось под чесночным соусом. А я решила, что это вызвано ностальгией. Ностальгией? Какой? Чтобы её испытывать, я должен знать Марсель. А это не так? Я знаю Марсель только то, что знает любой путешественник, приехавший туда за несколько часов перед отплытием на восток. Приглашаю вас полюбоваться моим прудом, графиня. Мсье Монте-Кристо подарила мне удивительные кувшинки из Японии, точнее, из императорских садов Киото. Нет, спасибо, я никогда не хожу к прудам, я боюсь комаров. Но прошу вас, не лишайте из-за этого моих друзей столь чудесного зрелища. Наверное, ваше детство было ужасным. Почему? Из-за комаров. Говорят, на юге они особенно злые. Вы из-за этого уехали? Из-за Марселя? Я покинула Марсель, потому что последовала за мужем. Думаю, мадам Ришарде тоже последует за вами в любое место. Не возражайте. Не возражайте, мсье. Тогда в опере мы все поняли, что вы испытываете к ней. Я одобряю ваш выбор. Вы не найдете более чудесной женщины. Так что вы правильно сделали, что долго ждали своей любви. Потому что в 20 лет делаешь только глупости. Выпьем за ваше счастье. Спасибо, нет, мадам. Вы не хотите счастья? Хочу. Я имею на него право, как все. Возможно, даже больше. Значит, вы отказываетесь от вина? Если чего-нибудь захочу, я сам себе подам, мадам. Вы жили на Востоке? Разве там не считается традицией, что люди, разделившие вместе пищу, становятся друзьями на всю жизнь? Отказываясь от предложенного мною вина, вы хотите дать мне понять, что отказываетесь от моей дружбы? Отчего же, мадам? Разве на это и есть причина? Только благодаря месье Монте-Кристо я смогла сделать этот бедный и мрачный дом более радостным. Картина, драпировка, мебель. Все поменялось. Кроме одной комнаты. Нет, месье. Вы же не собираетесь показывать вашим друзьям? Напротив, я уверен, что их это заинтересует. Пойдемте за мной. Эта комната пропитана чем-то ужасным. Мне удалось убедить Камилу, не трогать ее. Ведь так, зачем прятать прошлое за какими-то картинками? Оно все равно проявится, особенно если оно отмечено ужасными событиями. Пожалуй, я не пойду с вами осматривать комнату. Вам дурно, мадам? Наверное, из-за жары. Пойду в сад выпить воды. Уверена, мне станет лучше. Позвольте, я сопровожу, мадам Нонглар. Мой дорогой Вильфор, ваш долг прокурора обгоняет вашу милантность. Не бойтесь, моя жена сама найдет сад. Тем более, если здесь произошло преступление, вы должны увидеть место. Слава бессильна, чтобы описать эту сцену. На этой постели, на которой она так часто отдавалась своему любовнику, теперь лежала изможденная женщина со слипшимися от пота волосами. С лицом, искаженным от боли, из-за родов. А рядом с ней лежит неподвижный ребенок. Вы только представьте себе. Он не шелохнется. Он не кричит. Вы хотите сказать, что ребенок умер? Кто знает. Нельзя было позвать ни врача, ни даже акушерки. Роды происходили в глубокой тайне. В любом случае, отец принял эту гипотезу, которая его вполне устраивала. Если ребенок умер при водах, скандала можно было легко избежать. Он берет неподвижного ребенка, ищет глазами какой-нибудь предмет, который может служить тому гробу. Видит небольшой походный сундук, кладет туда ребенка, закрывает крышку, и этому бесчеловечному отцу остается только спуститься в сад. Всю ночь шел дождь, земля подателем. Копать могилу легко. Что скажете на это, Вильфор? Что я могу сказать? Господин прокурор потрясен таким ужасом, и его можно понять. Разве такое чудовище не заслуживает того, чтобы предстать перед судом и быть сурово наказанным? Если бы это было обделенное и грубое существо, подобный поступок, еще можно было бы понять. Но месье Монте-Кристо утверждает, что речь идет о дворенении. В этом случае такой поступок и непростителен. Друзья, да простит меня граф Монте-Кристо, но я не верю ни слова в этой басне, которую он, признаюсь, с большим талантом нам изложил. Как я была бы рада, если бы вы оказались правы. Мадам, это же очевидно. У всех старых домов свои легенды, придуманные слугами, выгнанными за пьянство, и которые мстят своим прежним хозяевам, придумывая всяческие неболицы. Заблуждаетесь, господин прокурор. Эта история правдива, и я могу вам это доказать. Что ж, принимаю ваш вызов. В этот дом действительно вас два года. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Дорогая, я уверяю, ты много теряешь. Граф рассказал нам леденящую кровь историю. Дорогая. Пошли. Нет, пошли, ты хотя бы послушаешь конец. Пошли. Береги голову. Да что с тобой? Идём. Я распорядился раскопать весь сад, пока наконец не наткнулся на это место. Вы не имели права этого делать? Это осквернение могилы? Нет, господин прокурор, я ничего не осквернял, ибо мы не нашли тело ребёнка. Что я говорю, это всего лишь басня. Однако, лучше посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повар теперь изображает могильщика, мы в театре. Дело в том, господин прокурор, что я счёл правильным опять закопать этот сундук. Я знаю, что правосудие не любит, чтобы уничтожали или сжигали улики. И так, господин прокурор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но он пуст? Действительно пуст. Пуст сегодня. Но был ли он пуст в ту ночь, когда его закапывали? Наверняка нет. Как-то нелепо предположить, что кто-то решил закопать пустой сундук. Я думаю, точно так же, барон. Я тоже думаю, что в сундуке находился ребёнок. Вы так думаете, но можете ли вы это доказать? Я нет. А вы? Я? Почему я? Потому что это ваша профессия, доказывать. Даже если у вас ничего нет или совсем немного, что позволило бы это сделать. В любом случае, если ребёнок не умер, значит, его похоронили живым. И, возможно, он в настоящее время жив. Рядом с этой дьявольской парой, эта жирвеза Ребуфе, смертная казнь, которую вы потребовали, кажется ангелом. Вам остаётся только начать расследование, найти и наказать этих чудовищ, совершившие такое ужасное деяние. Продолжение следует... осторожно мадам это цикута да я знаю это растение ядовито выбросьте его и тщательно помойте руки не беспокойтесь граф я привыкла яды как и все остальное можно приручить например если тоже цикута смешать с глиной и уксусом то она делает волосы шелковыми и пышными а если добавить ее в спирт с солью то она прекрасно очищает серебряные вещи я вижу в этом разбираетесь мой муж часто вел процессы против отравителей можно узнать массу захватывающих вещей читая судебные дела а это вы знаете дигиталис порпуреа в его листьях содержится дигиталин который замедляет биение сердца и при определенных дозах может даже вызвать смертельную интоксикацию особенно сильно действующими считаются листья двухлетних растений цветы и смерть всегда шли рука об руку говорят что слово сад идет от древнего слова означающего рай то есть потусторонний мир по правде говоря я ужасно боюсь смерти тогда почему вы играете с ней в том-то и дело граф что это не игра это лекарство средства против страха скажем я успокаиваюсь добавляя смерти в бокал делая из нее порошки мази это дает мне ощущение что я управляю ею что она у меня на службе только смерть не посадишь клетку как льва вы уверены что всегда сможете управлять ей абсолютно к тому же я время от времени проверяю что она мне повинуется я проверяю на улитках гусеницах бездомных кошках голубях благодаря чему у нас самый чистый и ухоженный сад во всем париже помилуйте дитя мое перестаньте суетиться как неугомонная маленькая девочка думайте о том что еще до начала осени вы уже будете замужем я получил утром письмо от мадам сен-маран несмотря на свой преклонный возраст твоя бабушка приедет из марселя чтобы присутствовать на твоей свадьбе я буду рада видеть бабушку но вдруг свадьба не состоится успокойся нет никаких препятствий франц де пене и я наконец обо всем договорились мы долго обсуждали твое преданное но я дал ему понять что он входит в самую честную семью в париже а в наши дни честность цене любого состояния вы похожи на меня на свадьбах я всегда плакала больше чем на похоронах меня не беспокоить ни под каким предлогом всю ночь я только об этом и думала о его посиневшем лице его маленькой груди которая не дышала господи значит он не умер приходится думать что нет как вы это объясните откуда мне знать я не врач я думаю что он был в том состоянии которое называют глубокой литургией что-то вроде сна когда все жизненные функции словно приостанавливаются кто-то видел как вы закапали сундук и поскорее побежал его откапывать а вы ничего не видели что я должен был видеть после этой ужасной процедуры я поспешил подняться к вам вы были в ужасном состоянии кто-то взял нашего ребенка привел его в чувство прижал к себе и унес с собой так все было да вероятно так и было а что вы будете делать теперь вы о чем как это о чем это же мой ребенок мой сын вы должны отыскать его подумайте если он еще жив ему должно быть около двадцати лет и поэтому единственного признака вы просите меня найти ее протянуть ему руку бедная моя Армина Франция кишит двадцатилетними молодыми людьми думаю только чудо позволит мне найти его как по вашему мнению он поведет себя он обрадуется узнав своих настоящих родителей вы жена богатого человека я тоже человек со средствами могу поспорить что этот милый мальчик быстро оценит стоимость радостной встречи он представит мне счет вы действительно готовы признаться барону Данглару что вы подарили другому сына которым он портил вас всю свою жизнь вы готовы сказать своему мужу дорогой дай два или три миллиона этому милому мальчику который тебе не сын чтобы он не кричал на весь свет что я сделала вас рогоносцем то чем они являются выдвижные ящики поверьте мне Ермина точно так же как мы забыли друг друга забудьте эту историю если искушение толкнет вас войти в церковь главное не молитесь чтобы увидеть привидение вы говорите такое матери не будем преувеличивать дорогая вы стали матерью так же как я отцом случайно как же вы стали равнодушны ко мне почему вы так относитесь ко мне потому что мой глупый муж оказался в скажем деликатной ситуации вам стыдно что у вас была связь с женой барона Данглара деликатная ситуация это эфемизм моя дорогая ваш муж на грани банкротства будем надеяться что оно не мошенничество мне было бы бесконечно неприятно однажды обвинить его так что прощайте подумайте о вашем браке в каком браке он был разрушен сначала вашим настойчивым желанием сделать меня вашей любовницей а вчера его добили когда откопали этот маленький сундук весь покрытый грязью у меня ничего не осталось да нет осталось дорогая много денег во всяком случае пока в нашем возрасте это главное фильм озвучен по заказу линии другое кино он а а а и и он и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!